Памятные мероприятия, посвященные освобождению Ставрополья от фашистских захватчиков, проходят в эти дни по всему краю. Наши корреспонденты продолжают подробно освещать эти события. Я еще раз хочу поблагодарить Марину Кулешову и еще раз приветствую всех наших зрителей уже из студии программы «Полдень». Полдень – самое время подкрепиться. Тем, кто обедает, я желаю приятного аппетита и рассказываю, что вы увидите в первой части сегодняшней программы. Утилизируем правильно новый перечень вещей, которые запретят выбрасывать в мусорный контейнер, обсудим с гостем в студии. Расскажем, как приватизация поможет с нехваткой специалистов в школах и больницах. Все о последних экономических новостях расскажет Илья Захаров. Также вы узнаете, как поддерживают антитеррористическую безопасность в отдаленных районах края. 2000 экзотических птиц Индийский парк попугаев попал в книгу рекордов Гиннеса. С гостями в студии продолжим отмечать 25-летие. С 9 по 19 января во всех городах и районах Ставропольского края. Парасло травой или футбольный газон готов. Тренировочная площадка в Ясентуках практически подготовлена к предстоящему чемпионату мира по футболу. Поле высокого качества отчитался краевой министр спорта губернатору региона на рабочей встрече в Ясентуках. А на самой базе завершаются работы по оснащению. Площадки сертифицированы в полном соответствии с требованиями ФИФА. Сами тренировочные базы откроются в апреле вместе с четырьмя остальными. Уже сейчас многие команды приезжают осматривать место размещения. Но серьезным и практичным финалом строительства этих спортивных объектов, уверен губернатор края, будет лишь один. И это не мундиаль. Когда наши дети зайдут сюда, здесь будет детская и юношеская спортивная школа, здесь будут они заниматься. Когда будут результаты, тогда я скажу, что на 100% весь план мы достигли. Это воскресенье для Владимира Владимирова стало рабочим, хоть и прошло в городе-курорте Ясентуки. Главной целью поездки стала проверка выполнения поручений местными властями. 30 миллионов рублей из краевой казны были потрачены с большой пользой, отметил глава региона, на реконструкцию корпусов инфекционной больницы. Часть зданий которой были построены еще в начале прошлого века. В этом году на ремонт поликлиник и больниц в Ясентуках регион потратит еще более 57 миллионов рублей. Центр притяжения отдыхающих в городе-курорте тоже изменится. Реконструировать планируют участок улицы Семашка возле входа в курортный парк. В перспективе здесь создадут пешеходную зону, разобьют клумбы и разместят другие элементы благоустройства. На это власти города планируют потратить средства курортного сбора, которые начнут поступать в местные бюджеты с мая этого года. Мы планируем начать с этого. К тому же у этого места есть историческая подоплека. В свое время это был курортный бульвар, который связывал курортный парк с парком Победа. В то время он назывался Английский парк. Вот это единственный фрагмент старого курортного бульвара, который в общем-то дожил до наших дней. Вот мы предлагаем начать с этого места. Конечное решение будет принимать общественный курортный совет. Кроме того, во время рабочей поездки губернатор осмотрел долгострой. Возведение школы началось еще в 2007 году. Спустя пять лет и вовсе остановилось. На завершение работ в 2017 году потратили 307 миллионов. Учебный процесс планируют начать уже в марте. Внимание уделили и предприятию по разливу минеральной воды. Сейчас завод производит до 75 миллионов бутылок в год. Минеральная вода уходит на экспорт в страны Европы. Ведутся переговоры о поставке продукции в Поднебесную. Раньше были батарейки и лампы, а теперь еще почти вся верхняя одежда. Комбинезоны, пиджаки, блузки, майки, варежки, лыжные и купальные костюмы. Речь идет о вещах, которые в скором времени нельзя будет выбрасывать в обычный мусорный контейнер. А нужно ввести на утилизацию. Перечень вещей, которые запретят выбрасывать в контейнеры, опубликовала Минприроды. С чем это связано и чем так опасны все эти вещи, узнаем у нашего гостя. Это Екатерина Кищенко, эколог компании Охрана Труда 26. Екатерина, добрый день. Добрый день. А чем же так опасны все вот эти перечисленные Минприроды вещи? Или может быть наоборот полезны? Вы знаете, что последние три года законодательство Российской Федерации в сфере обращения с отходами очень сильно меняется. И меняется в направлении того, чтобы человек понимал, что раздельный сбор отходов это благо, к которому нужно стремиться. Но на данный момент человек уже понимает, что лампы иллюминесцентные, батарейки выбрасывать в общий контейнер нельзя. То есть люди вот к этим отходам уже привыкли. К этому уже привыкли, уже понимают. Отдельные люди завели специальные какие-то баночки, куда складывают батарейки. И раз в год, раз в полгода относят. У нас есть некоторые магазины, где стоят контейнеры. И эти контейнеры прямо обозначены. Сюда сбрасывайте лампы. Или сюда сбрасывайте батарейки. Что касается остальных отходов, это пока новость. И к этому человек не привык. И закон, о котором мы сейчас говорим, он носит рекомендательный характер. То есть не запрещено, но хотелось бы, чтобы сбор производился раздельно. Как таковых пунктов сбора приема еще нет. Ни в городе Ставрополь, ни в окрестных городах. Но к этому стремится. Минприроды постоянно вносит какие-то предложения, изменения в законы. Они действительно чем-то так опасны, вот все перечисленные вещи, одежда. То, с чего вы начали, одежда, в основном это синтетическая одежда. Кроме того, что она объемная достаточно. Кроме того, что она очень долго разлагается в почве. Идет речь о том, что всегда проще собрать и отвезти раздельно отход. Чем на мусоросортировочных заводах, которые есть уже в городе Ставрополь, он функционирует на хуторе Нижнерусском. Чем там, на этом сортировочном заводе, извлечь уже загрязненную одежду. Проще раздельно собрать и не тратить огромные средства и время на сортировку. Но это все касается именно синтетической одежды. То есть, есть ведь одежда из каких-то натуральных тканей, зелена, например, из хлопка. Одежда из натуральных тканей тоже довольно долго разлагается и также объемна. Ну и кроме того, перечень, где есть одежда, он касается в основном ответственности производителя этого товара. То есть, не потребителя. Да, есть два закона. Один закон говорит об ответственности производителя товара, а другой закон говорит об ответственности потребителя товара. Вот тот закон, который говорит об ответственности потребителя, он включает этот перечень, включает в себя 186 пунктов товаров, отходов возможных и вступает в силу поэтапно. Это сюда же относятся как раз и батарейки, и люминесцентные лампы. И этот закон, он вступает в силу поэтапно. То есть 1 января 2018 года вступила в силу, вступил перечень в силу, который говорит, что выбрасывать нельзя лом цветных и черных металлов, батарейки, люминесцентные лампы. В следующем, в 2019 году вступает то, что касается потребителей. То, что касается бумаги, стекла, стеклобоя. И третий этап будет в 2021 году, последний этап, когда нельзя будет выбрасывать технику бытовую, какие-то приборы более сложные для того, чтобы их можно было каким-то централизованным способом перерабатывать. А вот этот рекомендательный характер, он относится как к потребителям, так и к производителям? Или к производителям все-таки более жесткие какие-то меры? Производитель – это юридическое лицо. К юридическому лицу закон жестче. И наказание жестче, естественно. Физические лица... То есть производители обязаны. Обязаны, да. А потребители, физические лица рекомендуются. Ну и вот не могу не спросить, учитывая, опять же, вы сказали, что пока что ту же самую одежду везти на утилизацию просто некуда. Нет пунктов приема. Может быть, стоило сначала все-таки организовать эти пункты приема, а потом уже принимать такой закон? Ну, это, конечно, это логично, но пока такая практика складывается, что даже вот мусоросортировочный завод, он загружен не полностью. То есть получается, что нужно сначала подготовить поставщика отходов, а потом организовывать пункты и производство по переработке. Потому что все они, даже то немалое их количество, что у нас есть, загружены где-то на 20-30%. Нет потока сортированных отходов. Ну, то есть самый главный, получается, смысл вот этого закона, это приучить людей к раздельному... Приучить людей, физические лица... Потребителей. Потребителей, да. Непосредственно. Да. И приучить юридические лица, при том, что ответственность гораздо выше у юрлиц. Все равно очень сложно и от них добиться и раздельного сбора отходов, и вообще ответственного отношения к отходам, как таковым. Екатерина, спасибо большое вам. Пожалуйста. Будем надеяться, что мы разъяснили немножечко ситуацию для наших телезрителей. Будем теперь все вместе отходы разделять. Постараемся. Скажем так. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Я напомню, у нас в студии была Екатерина Кищенко, эколог компании «Охрана труда-26». Мы продолжаем. Квадратные метры за работу в Невиномыске придумали, как решить проблему с нехваткой специалистов в школах и больницах города. Утолить кадровый голод должна помочь новая программа по приватизации жилья. Теперь у врачей и учителей появится возможность получить в собственность муниципальные квартиры и комнаты. Анастасия Зубрицкая продолжит тему. Прием в травмпункте городской поликлиники Невиномыска ведет врач Шамиль Богомаев. Это его основное место работы. А по совместительству Шамиль детский хирург и врач-травматолог городской больницы. И так уже почти 10 лет. Это такая профессия, когда оказываешь людям помощь и чувствуешь их благодарность. В Невиномыск из Дагестана выпускник Ставропольской медакадемии Шамиль попал по распределению. Сначала ему предоставили комнату, после свадьбы – однокомнатную квартиру. Здесь многодетная семья живет 10 лет. Шамиль – супругой и четверо детей. Совсем недавно они узнали о том, что служебное жилье в будущем смогут приватизировать. Эту новость Богомаевы восприняли как хорошую возможность улучшить жилищные условия. Условия нравятся, но немножко маловато для нашей семьи. Тесно. Уже стало тесно. Да, уже стало тесно. Мечтаете ли вы приватизировать жилье или нет? Ну, если бы дали приватизировать, было бы здорово. Появилась бы возможность, к примеру, продать и купить больше жилье, чем это. Хотелось бы, чтобы эта квартира стала полностью вашей, чтобы вы могли распоряжаться? Да, хотели. А зачем? Ну, у нас не сильно много имущий, поэтому можно и распорядиться квартирой. Программу по приватизации служебных жилых помещений запустили в Невиномыске в конце прошлого года. Главная цель – сохранить на местах уже работающих специалистов и, конечно, привлечь в город новых. Кадровый голод сегодня испытывают все больницы и поликлиники города. Ну, очередь какая-то. Талончики у нас на 11 часов, а уже пол первого. Видно же очередь. Смотрите, сколько времени. Не хватает столько. На 11.30 там. У меня на 11.30. Сейчас сколько времени, посмотрите. Мы сидим здесь по два часа. Конечно, не хватает. Нет, не хватает, сразу говорю. И особенно, если про детскую говорить, то педиатров там вообще нету практически. Очень мало. Педиатр, терапевт, отоларинголог, хирург, акушер-гинеколог. В городе не хватает специалистов практически всех направлений. К концу года дефицит составил 108 врачей. Программы, такие как «Земский доктор», в городах не работают. В Невиномыске решили привлекать кадром жильем. Для того, чтобы стимулировать приезд квалифицированных кадров в город Невиномыск и работу их здесь не менее 10 лет, было принято решение о разрешении приватизации служебных жилых помещений данными видами работников. Приватизировать служебное жилье, кроме врачей, смогут учителя, воспитатели и педагоги доп. образования. Школы и детские сады Невиномыска также нуждаются в профессиональных кадрах. Мы просто уверены, что вот этот первый шаг, он поможет тем учителям, которые в настоящее время живут в квартирах на условиях социального найма, получив жилые помещения в собственность, имея возможность их приватизировать. Во-первых, они задержатся в нашей системе образования. Во-вторых, это привлечет новые молодые кадры в систему образования. Претендент на приватизацию служебного жилья должен проживать и быть зарегистрированным в нем, иметь нереализованное право на однократную бесплатную приватизацию, а также 10-летний стаж работы в учреждении. Подобных программ в крае еще не было, да и в стране, говорят сотрудники Невиномысской администрации, такие меры единичны. В конце года город наделили статусом опережающего социально-экономического развития. Ожидается увеличение числа специалистов рабочих профессий. А вот над тем, чтобы в город также приезжали и врачи, и преподаватели, надо было поработать. Такие меры поддержали и местные жители. Ну, конечно, наверное, привлекают. Надеяться будут. Что-то надо делать, будем надеяться на лучшее. Конечно, останутся. За квартиру все останутся, конечно. Решение – жилищная проблема специалистов. Уверены, и в администрации Невиномыска поможет улучшить жизнь во всем городе. Первые результаты новой программы здесь ждут уже в этом году. Анастасия Зубрицкая, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. У производителей российских автобусов появится новый экспортный рынок. Мэрия Бишкека подписала меморандум о покупке в России газовых автобусов для замены устаревшего автопарка города. Объем поставок, по разным данным, может составить от 300 до 450 газовых автобусов. Объем финансирования и экспортных поставок российских автобусов в столицу Киргизии составит около 50 миллионов долларов. О других новостях экономики уже готов рассказать мой коллега Илья Захаров. Илья, привет. Антон, приветствую. Добрый день всем. Да, действительно, далее новости экономики. Россияне накопили рекордную сумму денег. Считаем банковские вклады и наличные. Ставропольские аграрии получат льготные кредиты. Ждем начала сезонных полевых работ. Ищем логотип для города-курорта. Администрация Есентуков объявила открытый конкурс. Теперь подробнее об этих и других темах. Россияне накопили рекордную сумму денег до 29,5 триллионов рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что на начало декабря 2017-го на банковских вкладах население хранило 20 триллионов рублей, еще почти 10 триллионов в ценных бумагах и наличных. Как стало известно, росту общего объема сбережений россиян способствовало увеличение реальных зарплат. Ранее сообщалось, что в России вырос объем выданных кредитов. Кстати, о кредитах. В 2018 году Сбербанк ожидает снижения ставок по кредитам. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил глава Сбербанка Герман Греф. За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на 2% за год, в силу падения инфляции и из-за ставки Центрального банка. Ну и перспектива такая же на этот год. Доступность кредитования увеличивается, отметил глава Сбербанка. Он рассказал Дмитрию Анатольевичу о том, что в прошедшем году был рекордный рост ипотеки и достаточно позитивный прогноз в этой области на 2018 год. Комментируя ситуацию с потребительскими кредитами, Греф рассказал о росте как кредитования физических лиц, так и малого и среднего бизнеса. В ближайшее время Ростуризм обнародует черный список отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов. Похожая история, напомнил он, с резким повышением цен уже была на российских курортах, когда временно прекратились продажи путевок в Турцию и Египет. По этому пути тогда пошло немало отельеров. Они посчитали, что туристам деваться все равно некуда, приедут и заплатят. Цитата. В ключевых курортных регионах, в частности в Сочи, тенденцию удорожания отдыха во многих случаях удалось переломить. Надеюсь, что ситуацию с отелями в городах-организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим. Тем более, что существует постановление правительства о предельной стоимости гостиничных услуг. Мы проводим работу совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором. Конец цитаты. Ставропольские аграрии получат льготные кредиты на проведение сезонных полевых работ. Об этом сообщили на совещании с участием первого заместителя министра сельского хозяйства России. Минсельхоз России системно и ежедневно отслеживает ситуацию по реализации механизма льготного кредитования аграриев. Наша общая задача обеспечить своевременное получение сельхозпроизводителями средств, необходимых для проведения посевной кампании, сообщил чиновник. Отметим, с начала 2017 года Министерством сельского хозяйства России было согласовано более 360 заявок от Ставропольского края на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. На долю последних приходится 67% от общего объема, что подчеркивает инвестиционную привлекательность Ставропольского аграрного сектора, отмечают в краевом Минсельхозе. Администрация Ессентуков объявляет о старте конкурса на лучший логотип города-курортом. Заявки принимаются с сегодняшней даты и до 22 апреля 2018 года на электронную почту логотип-конкурс собакаяндекс.ру. Участвовать в конкурсе могут не только ессентучане, но и жители всех городов России. Каждый может внести свой вклад в жизнь и процветание города-курорта. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом стиле, участников не ограничивает фантазии. Символ города должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми, понятными образами. Он должен включать в себя оригинальное написание слов и словосочетаний город-курорт Ессентуки на русском или английском языках и соответствующее ему изображение. Логотип должен стать опознавательным и представительским знаком территориальной принадлежности граждан. Поступившие материалы размещаются на официальном сайте администрации города-курорта и думы города Ессентуки до голосования и общественного обсуждения. По итогам онлайн-голосования, пять конкурсных работ, набравших наибольшее количество голосов, передаются на рассмотрение в экспертную комиссию конкурса. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в мае 2018 года. О том, как должен выглядеть логотип города, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это арт-директор компании «Панфилов и Юшко» Дмитрий Панфилов. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с самого понятия логотип города. Для чего городу нужен логотип? Город это, как и любой коммерческий продукт, я рассматриваю его именно так. Извините, город это коммерческий продукт? Город это коммерческий продукт для туристов, это продукт, который они покупают. То есть услуги, которые есть в городе, его товары, которые производятся в городе или рядом, должны быть упакованы. И упаковка, логотип города, его фирменный стиль, должна быть запоминающейся, и люди должны ее воспринимать. Людям она должна нравиться. Логотип – это что вообще? Это не флаг города, это не эмблема, это другое понятие? На мой взгляд, логотип – это символ города, то есть это знак, который мы можем наделить любыми нужными понятиями, ассоциациями. Он должен быть емкий, объемный. Есть определенная, на мой взгляд, ошибка, которую воспринимает логотип как иллюстрацию. Люди хотят наделить логотип города или любой другой логотип, куча разных элементов, черт и хотят, чтобы в логотипе присутствовали все достопримечательности города. В одном логотипе сразу все? В одном логотипе, да, то есть такой калаш из фотографий. Но в этом есть проблемы. То есть у нас не сможем вместить всю ту информацию, которая есть в городе, потому что это больше, чем достопримечательности. Это больше, чем предприятия, которые работают на территории города. Это больше, чем туризм. Это даже больше, чем люди, которые здесь живут. Это история, это сегодня, это завтра. И вы хотите это все уместить в одном маленьком знаке? Такого не бывает. Поэтому символы, которые придумываются для города, они должны быть объемными. Они должны быть желательно, я называю их пустыми, чтобы мы могли вложить новый свой смысл, который будем потом транслировать людям. Я знаю, что у вас есть опыт разработки логотипа, ну не города, а празднования дня города, правильно? Нет, совершенно неправильно. А как? В прошлом году проводился конкурс на туристический логотип города Ставрополя. Да, туристический логотип города Ставрополя. Вот, кстати, это ваша работа, да? Да, это наша работа. По сути, мы разрабатывали написание, начертание и разрабатывали знак. В данном случае он достаточно простой и олицетворяет собой очень много понятий. Как минимум, мы можем с первого раза увидеть. Можно я буду расшифровывать? Я вижу флаг здесь Ставропольского края. Да, есть флаг Ставропольского края. Вижу крест, то есть город креста. Совершенно верно, но есть еще много других ассоциаций, которые мы вложили. Я вижу здесь букву С равно, да? То есть мы можем сказать Ставрополь равно город, который я люблю. Ставрополь – это те люди, с которыми мы здесь живем, люди, которые нам нравятся. Ставрополь – это город, в котором есть что посмотреть и так далее. Ставрополь равно. У этого логотипа было развитие. Я прошу показать следующие картинки, как можно было использовать вот это развитие. Голый логотип, так называемый, простой, он достаточно сухой. Мы разбавили его иллюстрацией, пиктограммами, которые могут конкретизировать наш посыл, наш месседж в зависимости от того, где мы используем этот знак-логотип. То есть он становится ярким и индивидуальным. Добавили один из символов Ставрополя – Тифлистские ворота. Да, Тифлистские ворота. Здесь может быть, в принципе, все, что угодно. Все, что иллюстрирует как раз-таки слоган, который у нас написан рядом. То есть он может быть как общий, так и более конкретный. Следующую картинку покажите нам, потому что вот, это интересная разработка. Здесь что-то о спорте, об отдыхе, да, видимо? Да, здесь, ну, в принципе, туристический логотип, он как раз-таки об отдыхе. И мы показываем, что здесь приятно жить. Дмитрий, чуть-чуть дальше, чтобы видно было зрителям тоже эту картинку. В данном случае интерпретация показывает, что здесь очень здорово жить. Здесь зеленый город, здесь приятно просто находиться. И эта картинка показывает, что в этом городе очень приятно гулять. Здесь много дорожек, здесь все удобно. Пешеходная зона, да, парки, скверы, да. Пешеходная зона, и она еще будет развиваться, конечно. Это все требует развития. Так, есть еще иллюстрации, будьте добры. Ну, тоже один из символов. Тоже один из символов, их может быть много. Мы можем все это развивать, то есть мы можем делать так, чтобы человеку, который смотрит, на него, жителю, туристу, не было скучно. То есть, по сути, это не просто логотип, это целая концепция, так как визуальная. Это важно. Вот этот проект, следующую картинку покажите, пожалуйста. Этот проект был победным? Да, мы победили в конкурсе. По идее, я думаю, что в ближайшее время он будет поэтапно реализовываться. Мы увидим через какое-то время символику на улицах города, во время мероприятий городских. И я надеюсь, что мы будем развивать этот фирменный стиль совместно с администрацией города. Потому что я люблю город, в котором я живу, и хочу, чтобы он стал лучше. Все-таки про логотип Есентук А. Вот еще, из той же серии, да? Ну, это из той же серии. Мы хотим, продолжаем рассказывать, как здесь здорово, как здесь удобно. Здесь множество площадок спортивных, в которые можно играть в спорт. Очень важно, что логотип, конечно, туристический, но важно, чтобы люди, которые живут в городе, им он тоже нравился. Важно, чтобы люди любили его. И логотип является символом тех движений, того позитивного развития, которое происходит в городе и которое будет еще в дальнейшем происходить. Я все-таки про Есентуки хотел спросить. Объявлен конкурс на логотип города-курорта. Вот у меня сразу рождаются образы, что на этом логотипе должны быть горы. Ну, поскольку кавказские минеральные воды. Обязательно две горы. Обязательно одна выше другой немножко, как силуэт Эльбруса рисует. И обязательно какой-то источник. И бутылка минералки. Ну, не бутылка, но обозначенный символ какой-то источник минеральный. Я в правильном направлении мыслю? Или это шаблоны, от которых нужно отказываться? Ну, в принципе, это шаблоны, не факт, что от этого шаблона нужно отказываться. Любой логотип, любое решение графическое – это плод долгих исследований. Ведь в Есентуках есть не только источники, не только горы. Но там есть где погулять, там есть парковая зона, там есть то, что развивается и того, чего еще нет на карте. Но мы же не сможем это в дальнейшем добавить на логотип и фирменный стиль. Поэтому, на мой взгляд, знак должен быть объемным и лаконичным. Он должен воплощать настоящее, прошлое и будущее. Спасибо, Дмитрий. Последний вопрос, если получится коротко. Планируете участвовать в этом конкурсе? Я, честно говоря, не планирую участвовать в этом конкурсе, как и в том, в котором победил. Случайно? Нет, я решил, что если у меня будет что-то действительно дельное показать, то я это сделаю. А если нет, то нет. Хорошо, спасибо за комментарии. Ну а дальше информация о курсе основных иностранных валют на сегодня. Швейцарский франк. Это особенно сейчас ценно было. Слушай, Илья, вот я бы, знаешь, так послушал немного, посмотрел. Я бы с удовольствием посмотрел на логотип села Арсгир. Почему? Ну, потому что такое название необычное. Ты из Арсгира? И было бы интересно, как бы вот Арсгир изобразили бы в логотипе. Наверняка там есть какие-то символы, которые нужно изобразить, по крайней мере, добавить в этот логотип. Я тоже так думаю. Спасибо большое. Это все новости экономики. Пожалуйста, до встречи. Спасибо, было интересно. Ну что же, мы продолжаем. Обеспечить безопасность на территории всего края. Задача ответственная и непростая. Но приграничные районы Ставрополья в зоне особого риска. Здесь наиболее вероятно влияние экстремистов, провокаторов и прочих деструктивных сил. Как поддерживают порядок и спокойствие там, где далеко от Ставрополя и давно сложился особенный уклад жизни, выяснил Леонид Нечапуренко. Курский район, единственное Ставрополье, которое граничит сразу с четырьмя субъектами Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, это один из самых многонациональных районов в крае. Помимо русских, здесь живут турки и армяне, чеченцы и дагестанцы, грузины и кабардинцы. Поддерживать порядок и спокойствие на такой территории, а также делать так, чтобы здесь не возникало серьезных конфликтов, задача, которую явно не назовешь простой. За одним столом представитель Курской районной администрации и лидеры диаспора, проживающих на территории. Такой формат здесь привычен. В последние годы выработалась сложная, но четкая система. Как общаться, находить общий язык и решать спорные вопросы тем, кто живет бок о бок. Это взаимодействие не может проходить без тесного сотрудничества с правоохранительными структурами. Поэтому у нас не то, что урегулируется конфликтная ситуация, у нас признаки конфликтной ситуации разрешаются на самом зачаточном уровне. Несколько лет назад они, как тенденция, или модно, я не могу как выразить сказать, они, особенно молодежь, имея, вы знаете сейчас, телефоны и все остальное, моментально звонили и жителям других районов. И были такие инциденты неприятные. Ну, сейчас практически нет, и все люди понимают, что мы бытовые ссоры, но они редко происходят. Все живые люди, мы не даем перейти в национальную форму. А ведь есть и другие факторы риска. Необходимо учитывать возможное влияние экстремистов, вербовщиков, религиозных фанатиков. Чтобы поставить заслон потенциальным угрозам в Курском районе и соседнем Кировском городском округе, ведется тщательная кропотливая работа с участием местной власти, силовых структур, общественных и национальных организаций. Благодаря тесному взаимодействию администрации, всех заинтересованных структур, в том числе отдела МВД России по Кировскому району, прокуратуры района, управления Федеральной службой безопасности, учреждения профессионального образования, мы можем констатировать тот факт, что с 2015 года совершение преступлений и преступления экстремистской направленности, а также фактов конфликтов на межэтнической почве на территории нашего района сейчас уже округа не зафиксированы и предпосылок возможных конфликтов также не было. Важный фактор стабильности – казачьи объединения. В приграничных районах они представляют собой организованную сплоченную структуру. Дружины устраивают рейды, в том числе с представителями разных диаспор. Регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие традиционную казачью культуру и ценности. Даже вот ежегодно, у нас даже восьмой год проходят казачьи игры. Наша команда представляется всегда в казачьих играх, общественная организация представляется. Наши все деды служили в казачьих кавалерийских полках. Прямой даже мой отец сам в услабинском кавалерийском полку служил. Серьезная работа проводится и на уровне национальных объединений. Здесь большую роль играют народные традиции и авторитет старших. У нас в каждом поселке вместе со своей старейшиной. Каждый месяц собирает молодежь, общаются с ними, чтобы здесь все хорошо. Молодежь, я объясняю, что мы жили так, вы тоже должны жить так, дружно, мирно. Потому что это район, одна семья, здесь многонациональная, разные вероиспедовая у людей. А мы должны со всеми дружить и нормально наложить отношения. Ну и, естественно, по праздникам всегда у нас тесное общение со всеми. И если сложить все эти праздники, всех национальностей, практически у нас круглый год мы друг друга видим, общаемся. И у нас в этом плане все достаточно-достаточно хорошо. В общем, похоже, в Курском районе и Кировском городском округе нашли формулу, которая делает справедливым утверждение на границе, все спокойно. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. 18 марта главные выборы страны. Россия выбирает президента. Вместе со всей страной к этому событию готовится и Ставропольский край. Продолжается сбор подписей за кандидатов. Уже десятки тысяч ставропольцев определились, кого они хотели бы видеть в главном бюллетене. В рамках подготовки к старту официальной агитационной кампании открыт краевой штаб общественной поддержки Владимира Путина. Вадим Москаленко побывал на открытии, а также прошелся по избирательным штабам кандидатов в президенты и пока еще кандидатов в кандидаты. Открылся избирательный штаб кандидатов в президенты Владимира Путина. Очередное совещание, чтобы сверить часы. За одним столом представители Единой России, Общероссийского народного фронта, волонтеры, общественники. Совместно сделано уже немало, но предстоит сделать еще больше. Мы обязательно будем проводить встречи с избирателями. Мы будем выезжать в территории, говорить о тех, наверное, проблемах, которые есть сегодня у жителей Ставропольского края. Мы будем выслушивать те предложения, которые будут поступать. А вот в региональном отделении партии «Яблоко» уже завершили сбор подписей. Задача, поставленная из Москвы, выполнена. Собрано более трех тысяч подписей от ставропольцев, которые хотели бы видеть в бюллетене Григория Явлинского. Особенно активны были сторонники «Яблока» на Кавминводах и Буденовске. У нас очень жесткий отсев, даже те подписи, которые считаются нормальными, и то не все берутся. Учитывая, что у нас запас есть, берем наиболее качественные подписи, и мы надеемся, что мы за 5-процентный барьер не увидим некачественных подписей на этапе проверки в ЦИК. И дальше, собственно, после регистрации у нас начнется агитационный период. Волнительное ожидание и в региональном отделении партии «Роста». Здесь нужное количество подписей собрали всего за неделю, и этим занимались всего 20 человек. Все собранные документы отправили в Центральную избирательную комиссию. На данный момент идет проверка подписи. Вот мы ждем результатов по проверке подписи. Нам представлено 10 кандидатур доверенных лиц, которые после утверждения ЦИКом начнут свою работу, агитационную работу. Ну, соответственно, естественно, после утверждения в качестве кандидата на пост президента Титова Борисовича. В СМИ кандидаты в президенты начнут выступать 17 февраля за 28 дней до выборов. Вадим Москаленко, Леонид Нечапуренко, Виктория Середа. Ставропольское телевидение. 1 февраля в Ставропольском академическом театре драмы состоится галоконцерт 25-го юбилейного межрегионального фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт», посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве. А в минувшую пятницу завершился первый этап краевого конкурса «Солдатский конверт-2018». На этой неделе стартует второй этап. Ну, а мы в полдню вместе с нашими гостями продолжаем отмечать 25-летие этого конкурса. И сегодня у нас в гостях Татьяна Адольфовна Олешкевич. Это первый заместитель главы города Невиномыска. Она с 2001 по 2008 год лично организовывала в Невиномыске межрегиональный финальный этап фестиваля. И лауреат конкурса Елена Компанец. Добрый день. Все правильно я сказал? Все правильно. Так и было, да? С 2001 по 2008 организовывали. Сложно было? Ну, всегда, когда что-то начинаешь, всегда сложно. Но у нас, в общем-то, была такая сплоченная команда. И мы ощущали поддержку и Краевого комитета Российского союза молодежи. И помощников было очень много. И каждый желал нам помочь. А что было самое сложное? Собрать участников? Не знаю. Найти помещение для конкурса? Что может быть больше всего запомнилось за 7 лет? Наверное, всегда сложно остановить участников. Потому что желающих всегда очень много. Все хотят раскрыть свой творческий потенциал. Но, к сожалению, время фестиваля ограничено. И есть определенный регламент. Поэтому, наверное, была некая обида у участников, что не дают до конца исполнить то или иное произведение. Татьяна Адольфовна, ну вот уже, получается, 10 лет прошло. С тех пор, как вы, наверное, организовывали в Невиномысске конкурс. Скучаете? Очень даже скучаем. Но в прошлом году региональный фестиваль состоялся также в Невиномысске. И я уверена, что если поступит такое предложение, мы и дальше готовы продолжать. А в этом году на галоконцерт 1 февраля планируете попасть? Конечно, конечно. Почему? Во-первых, у нас огромное количество наших участников. Я уверена, что ребята займут определенные позиции. И мы с удовольствием на них будем смотреть и за них болеть. За 7 лет вот эти как-то менялся ли репертуар? И вот если сравнивать с тем, что поют сейчас, меняется репертуар? Понятно, что конкурс военно-патриотической песни. Сейчас появилось очень много интересных песен патриотических. И да, есть и старые военные песни, и очень много новых. Елена, тогда к вам тоже несколько вопросов. Вы как подбирали репертуар свой? Как подбирали песни, с которыми? Или вот это все шло из души? Или специально вот что-то учили? Ну, если складывать все в единую, то, наверное, и от души, и специально учила. И, может быть, тогда возраст был такой, вот юношеский. Это был 2003 год. Песня называлась «Вернись». Это песня-мольба девушки, которая ждет своего парня с войны. Вот, Дмитрий Юрков, автор этой композиции. Безусловно, это душа. Безусловно. Ну, да, пожалуй, такие песни спокойно, наверное, и как-то вот на каком-то автоматизме петь нельзя. Сложно, сложно вот участвовать в таком конкурсе, учитывая вот именно такую душевную составляющую. Вы знаете, в конкурсах всегда сложно участвовать, а в патриотическом конкурсе вдвойне сложнее, потому что от того, что ты правильно исполняешь ноты, это еще не все. Вы сказали абсолютно верно. Самая главная составляющая – это душа. Чтобы глаза горели, чтобы сердце полало. Я знаю, что вы подготовили сегодня для нас песню. Что это за песня, расскажите. Песня называется «Нам нужна одна победа» или «Десятый батальон» из кинофильма «Белорусский вокзал». Если можно, то... Да, давайте мы с удовольствием вас послушаем. Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы плечом плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета Над нашей Родиной дым, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилен он, Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, Звучит рукой приказ, И почтальон сойдет с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьет пулемет неутомим, А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилен он, Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Спасибо большое. Песня действительно хорошая, Из хорошего фильма «Белорусский вокзал». Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам за песню. Действительно, вот тронуло. Спасибо вам. Будем надеяться, что 1 февраля Мы увидим вас на галоконцерте. Мы тоже очень на это надеемся. Будем ждать. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. С 9 по 19 января Во всех городах и районах Ставропольского края Прими участие в отборочных этапах 25-го юбилейного межрегионального фестиваля Патриотической песни «Солдатский конверт» Посвященного 75-летию освобождения Ставропольского края От немецко-фашистских захватчиков Если вы уже устали, сели встали, сели встали Так в свое время советовал Владимир Семенович Высоцкий в своей песне А сейчас несколько советов Как сохранить бодрость, духа, грацию и пластику От Анны Медянек Зарядка в полдне Памятные мероприятия, посвященные освобождению Ставрополья От фашистских захватчиков Проходят в эти дни по всему краю Наши корреспонденты продолжают подробно освещать эти события Я еще раз хочу поблагодарить Марину Кулешову И еще раз приветствую всех наших зрителей уже из студии программы «Полдень» Полдень – самое время подкрепиться Тем, кто обедает, я желаю приятного аппетита И рассказываю, что вы увидите в первой части сегодняшней программы Утилизируем правильно новый перечень вещей, которые запретят выбрасывать в мусорный контейнер Обсудим с гостем в студии Расскажем, как приватизация поможет с нехваткой специалистов в школах и больницах Все о последних экономических новостях расскажет Илья Захаров Также вы узнаете, как поддерживают антитеррористическую безопасность в отдаленных районах края 2000 экзотических птиц Индийский парк попугаев попал в книгу рекордов Гиннеса С гостями в студии продолжим отмечать 25-летие С 9 по 19 января во всех городах и районах Ставропольского края Поросло травой или футбольный газон готов Тренировочная площадка в Есентуках практически подготовлена к предстоящему чемпионату мира по футболу Поле высокого качества отчитался краевой министр спорта губернатору региона на рабочей встрече в Есентуках А на самой базе завершаются работы по оснащению Площадки сертифицированы в полном соответствии с требованиями ФИФА Сами тренировочные базы откроются в апреле вместе с четырьмя остальными Уже сейчас многие команды приезжают осматривать место размещения Но серьезным и практичным финалом строительства этих спортивных объектов Уверен губернатор края будет лишь один И это не мундиаль Когда наши дети зайдут сюда Здесь будет детская и юношеская спортивная школа Здесь будут они заниматься Когда будут результаты, тогда я скажу, что на 100% весь план мы достигли Это воскресенье для Владимира Владимирова стало рабочим Хоть и прошло в городе-курорте Есентуки Главной целью поездки стала проверка выполнения поручений местными властями 30 миллионов рублей из краевой казны были потрачены с большой пользой Отметил глава региона на реконструкцию корпусов инфекционной больницы Часть зданий которой были построены еще в начале прошлого века В этом году на ремонт поликлиник и больниц в Есентуках Регион потратит еще более 57 миллионов рублей Центр притяжения Почему мы раньше этого не делали? Это же все очень просто Это очень легко Можно поиграть с коллегами в футбол Твоя очередь Кстати, да Ощущения какие, да? Ощущения отличные Практически тайский массаж с тобой А кстати, тоже хорошо Нет Нет Зарядка окончена Дай этим тренерам волю Они тебя заставят 500 раз прескачать, друзья Поэтому быстренько заканчивай Быстренько Я сказала, что у нас мало времени Спасибо, Леночка За такую классную тренировку Спасибо вам Все Возвращайтесь, несмотря ни на что И до завтра До завтра Пока-пока-пока Полдень в мире Внесет немного красок В серый январский денек Перелистаем страницы календаря И узнаем, чем знаменателен Сегодняшний день В этот день, в 1905 году О продолжающемся проекте У меня есть голос Расскажет гость в студии Оставайтесь на своем Товарищи, не проходите мимо Не оставайтесь равнодушными Каждый из вас желает жить в благоустроенном населенном пункте Ведь так? Вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке появилась новая дорога Отремонтировали дом культуры А вы хотите, чтобы ваши дети играли на новой детской площадке Или занимались спортом в теплом, уютном спортивном зале Это все в наших силах Это все в ваших силах Будьте активными Будьте инициативными Настало ваше время Ваше, да-да Именно ваше время настало Вперед, товарищи Настало время дела Мы сможем все Ставрополье сегодня 9 миллионов тонн зерна Рекордный урожай 50 направлений господдержки Увеличение финансирования отрасли в полтора раза Запуск проекта агропромышленного парка Рост переработки на 30% Ставрополье Территория роста Иногда хочется, чтобы все житейские вопросы решались здесь и сейчас И если на реализацию всех замыслов нет собственных средств Прибегаем к заимствованию Но тут важно все тщательно взвесить Изучить предложения различных банков При детальном изучении вы убедитесь Ипотека – самый недорогой кредит В то время как ставка займов до зарплаты исчисляется сотнями процентов Внимательно изучите кредитный договор и приложение к нему Выясните реальную стоимость кредита, график платежей и возможности досрочного погашения Реально оцените нагрузку на личный бюджет Платежи по кредитам не должны превышать 40% ваших доходов Формируйте подушку финансовой безопасности Резервируйте суммы до 3 месяцев платежей по займу И кстати, если вам по силам выплачивать кредит Значит вы легко сможете накопить на реализацию всех своих планов Тимофей привез на соревнования молодых исследователей шагов Финграмм26.ру Знания для жизни Проект Министерства финансов Ставропольского края Ко севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна И дремлетка часть, и снегом цепучим, одета как риса она И снится все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце, восход Одна врусна, но у тёси голюча красная пальма За каждым нашим достижением стоит труд учителя Учитель больше, чем профессия Продолжаем Пожилая жительница Ставрополя чуть не стала жертвой ясновидящей мошенницы 17 января в краевом центре около отделения одного из банков К пенсионерке подошла женщина и предложила снять со старушки порчу За эту услугу обвиняемая попросила 280 тысяч рублей Довести задуманное до конца не получилось Потерпевшая не стала передавать ей деньги Что еще важного и интересного произошло в крае, расскажет мой коллега Сергей Надеин Сергей, скажи, пожалуйста, вот ты знаешь, как отличить ясновидящую мошенницу от нормальной ясновидящей настоящей? Зачем ломать то, что и так работает? Мне кажется, что нужно, и у меня два варианта есть Во-первых, можно предложить мошеннице, если вы находитесь на стоянке, спрятать в багажник одной из машин человека И предложить ясновидящей найти, в каком из багажники человек в проекте, в одном телевизионном это работает Но еще одна версия, нужно и челочку поднять, если у него третий глаз есть, то, наверное, настоящий Но сейчас к серьезным новостям В эти минуты у мемориала «Вечная слава» начинается митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков Планируется, что участники митинга перезапустят часы победы, которые начнут отсчет времени, оставшегося до 9 мая О других свежих событиях в информационном обзоре В минувшие выходные на Ставрополье в огне погибли три человека Ночью в Ставрополь загорелся дом в дачном товариществе «Дружба» Пламя тушили 33 человека в течение трех часов Один погиб, трое с ожогами в больнице Сгорел частный дом и в изобильном, на улице Золино На месте пожара обнаружены тела двух погибших Причины обоих возгораний и материальный ущерб устанавливаются За минувшие сутки на дорогах края погибли два человека Еще четверо получили ранения Так накануне вечером в Шпаковском районе не справился с управлением водитель ВАЗ-2113 И столкнулся с другой отечественной легковушкой Они зацепили третий автомобиль, это Митсубиси «Лансер» При этом машина, виновник аварии, вылетела с дороги в опору ЛЭП В автомобиле погибли двое, один пассажир в больнице Ставропольский хакер создал программу для недолива бензина Автовладельцы недополучали до 7% оплаченного топлива В то время как электронное табло показывало фиктивные цифры Программу не могли выявить ни службы контроля крупных нефтяных компаний Ни полицейские обнаружили вирус сотрудники ФСБ Следы программы были найдены на десятках АЗС на юге России В том числе и в Ставропольском крае Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать хакера Мужчина заключен под стражу Ему выдвинули обвинения по статьям Мошенничество и создание и использование вредоносных программ Плательщикам страховых взносов необходимо предоставить расчет По страховым взносам за 2017 год Не позднее 30 января 2018 года Расчет подается в налоговую инспекцию По месту нахождения организации По месту нахождения обособленных подразделений организации Которые начисляют выплаты Если выплаты производит физическое лицо То расчет предоставляется по месту его жительства Следует обратить внимание Что с 1 января расширен перечень оснований Для признания налоговым органом расчета По страховым взносам непредставленным Плательщиками страховых взносов являются Организации, индивидуальные предприниматели, физические лица Производящие выплаты и иные вознаграждения Другим физическим лицам Также это относится к плательщикам Не производящим выплаты И иные вознаграждения физическим лицам К категории плательщиков взносов не относятся физлица, которые оплачивают услуги для личных или домашних нужд. В станице Ясентукской спасателям пришлось доставать из ледяной воды лошадь. Как рассказали очевидцы, она сама вышла на лед и провалилась. К водоему быстро приехали сотрудники МЧС. Они ломали лед и вытягивали на берег перепуганное животное. Конь был спасен. Правила безопасности дорожного движения актуальны в любое время года. Однако зимой при низкой температуре, снег, гололед, риск дорожно-транспортных происшествий возрастает многократно. Госавтоинспекция устроила очередной рейд. На этот раз вместе с маленькими пешеходами. Сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району организовали профилактическую акцию. Воспитанники детского сада номер 6 и их наставники, а также инспекторы по безопасности дорожного движения обсудили, как правильно следует переходить проезжую часть. Сотрудники ОГИБДД проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Также проводят практические занятия, где вместе с детьми выходят на пешеходные переходы, вместе соблюдают правила дорожного движения. Воспитанники детского сада делятся своими знаниями с прохожими и автолюбителями. На ярких листовках напоминание – соблюдай скоростной режим, включай ближний свет фар и перевози детей в специальном удерживающем устройстве. А дорогу следует переходить исключительно на разрешающий свет светофора. Когда машины едут, надо останавливаться. А когда машина загорится красный, они стоят, тогда можно идти. Водители, пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Такие мероприятия проводятся в образовательных учреждениях Михайловска еженедельно. Цель – снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, сотрудники ГИБДД регулярно организуют массированные отработки с участием нескольких экипажей ДПС. Инспекторы проводят с автолюбителями профилактические беседы, призывают водителей к дисциплине и соблюдению правил дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения призывает вас соблюдать правила дорожного движения, а также быть уважительными друг к другу. Полезное мероприятие. Хороших новостей. Антон, удачи. Спасибо, Сергей. Еще раз скажу спасибо, Сергей. Было очень интересно и познавательно. Ну а мы продолжаем. За окном все черно-белое с примесью желтизны от песка на дорогах. И хочется чего-то красивого и яркого. И у нас это есть. Индийский парк попугаев в городе Майсур попал в книгу Гиннеса. В нем живут более 2000 экзотических птиц, более 400 видов. Это «Полдень в мире». Смотрим. Индиец Свамиджи заходит поведать своих подопечных в парк попугаев, который находится в городе Майсур. Здесь живут сотни экзотических птиц, многие из которых относятся к исчезающим видам. Свамиджи – индуистский духовный лидер, а также покровитель пернатых. В прошлом году его парк попугаев попал в книгу Гиннеса как рекордсмен по числу обитающих в нем птиц. Их здесь уже более 2000. Все началось в 2012 году, когда Свамиджи открыл реабилитационный центр. Теперь это большой парк со множеством вольеров. Я побывал во многих садах для птиц по всему миру, чтобы понять, как кормить попугаев, как правильно содержать их в неволе. Под опеку работников парка попадают раненые дикие птицы или домашние, брошенные хозяевами. Сначала пернатых отправляют на карантин. У нас есть диагностическая лаборатория. После обследования ветеринар начнет лечение. И только после выздоровления птицу помещают в собственный вольер. Парк открыт для гостей. Сюда приходят и дети, и взрослые, иногда всей семьей. В парке можно увидеть почти 470 видов птиц, многие из которых редкие. Мы читали о таких в учебниках, но сами их не видели. Наверное, только здесь можно увидеть этих исчезающих птиц. Некоторые попугаи умеют говорить. Этот белый кокоду вежливо приветствует прохожих. Птицы в парке попугаев учатся без принуждения и без всяких там строгостей. Я не заставляю их, а просто учу их лучше произносить те слова, которые они уже знают. Парк попугаев разросся до 15 тысяч квадратных метров. Здесь живут солнечные аратинги, ара, жака, ларикеты, амазоны и множество других видов. Смамиджи называет себя не коллекционером птиц, а их целителем. Он надеется, что гости парка будут не только любоваться редкими попугаями, но и постараются больше о них узнать. Отдельный привет нашему попугаю Жоре, который ждет вас всегда на ресепшене. 22 января 2002 года боксер Майк Тайсон набрасывается на Ленокса Льюиса, затевает драку и кусает его за ногу, срывая тем самым пресс-конференцию перед запланированным на апрель боем между этими боксерами. Что еще происходило в этот день в разные годы, узнаете прямо сейчас. В этот день, в 1905 году, трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге и вошедшие в историю как кровавое воскресенье, положило начало революции. Фактически спланированное восстание петербургских рабочих сначала выглядело безобидным шествием с прошением к царю. Но возбужденная толпа разбивала магазины, возводила баррикады, нападала на городовых, военных офицеров и просто проезжавших мимо на извозчиках людей. Было много убитых и раненых. В качестве ближайших последствий этого события активизировалась либеральная оппозиция, революционная организация и началась первая русская революция. 49 лет назад произошло беспрецедентное для Советского Союза ЧП. Возле стен Кремля вооруженный террорист беспрепятственно расстрелял кортеж генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, убив одного и ранив четырех человек. Стрелявшему Ильину грозила высшая мера наказания. Он обвинялся по пяти статьям Уголовного кодекса. Однако он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Покушение стоило ему 20 лет психбольницы. Вышел на свободу он только в 1990 году. Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных работ. За время праздников таких дел обычно накапливалось много, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать уборку, стирку и ходить в баню. Это называлось смывать святки. Крестьяне в этот день подмечали, если на Филиппа ясно, значит летом будет хороший урожай. В этот день, 578 лет назад, родился великий князь московский Иван III. Основная заслуга царя Ивана Васильевича в том, что в ходе его управления произошло окончательное оформление независимости российского государства от Орды. Произошло объединение большой части русских земель вокруг Москвы, которая стала центром общерусского государства. Принято считать, что именно при Иване III, как символ объединенной страны, появился новый герб, двуглавый орел и новый титул великого князя. В этот день, 120 лет назад, родился Сергей Эйзенштейн. Советский режиссер, сценарист, педагог и художник. Всего в фильмографии режиссера 23 картины. Часть из них рассказывают об истории России. Его броненосец Потемкин стал классикой киноискусства. Вышедший на экран в 1926 году, он с триумфом прошел по экранам мира. 110 лет исполнилось бы сегодня легендарной фигуре среди отечественных ученых, советскому физику Льву Ландау. Он изучал происхождение энергии звезд, депрессию звука, сверхпроводимость, магнитные свойства материалов, свойства жидкого гелия. Он достоин множества советских наград и наград иностранных государств, в том числе Нобелевской премии 1962 года. Уникальный народный телевизионный конкурс «У меня есть голос» стартовал. Три финалиста первого отборочного тура определены жюри. Четвертого претендента на победу 19 января в прямом эфире Крэмова телеканала «Свое ТВ» выберут телезрители. В пятницу в 20.00 в прямом эфире первый отборочный тур «Талант-шоу «У меня есть голос». Весной 2018-го все решает свой голос. Голосуй за своего. «У меня есть голос». Так в минувшие выходные решили более 120 человек в Буденновске. Как прошел второй этап совместного проекта телеканала «Свое ТВ» и Министерства культуры «Край» расскажет наш гость, мой коллега и добрый товарищ Олег Исаев. Олег, привет. Привет, Антон. 122, если быть точным. Вот, вот так вот. Ну, это много. Это очень много. Это гораздо больше, чем было на первом отборочном туре в Невиномыске. Почти в два раза, да, мне кажется? Там больше, чем в два раза, потому что в Невиномыске, если мне не изменяет память, 53 участника было. Вот по результатам того пятничного прямого эфира, который мы показывали. Здесь было больше, чем в два раза. И я хочу сказать, вот чем отличались эти два отборочных тура. Ну, первое, в Невиномыске было гораздо больше, ну, так скажем, детей. Во-первых, из самого Невиномыска, из Минералодского городского округа приехали вот ребятишки вот такие, с детскими песенками, с какими-то интересными. В этот раз все было взрослее. В этот раз все было по-взрослому, все было настолько серьезно. Причем приезжали не только отдельные исполнители. Я помню, что был один концертный номер. Не помню, правда, не скажу откуда. Приехали мало того, что исполнительница, исполнитель с аккордеоном. Еще и сзади человек семь на народных инструментах. Ребятишки подыгрывали. Это было здорово, на самом деле. Целый ансамбль. Да, в Буденовск пришел и попробовать свои силы батюшка. Вот даже как. Это было... Ну, а почему нет? Конкурс-то действительно народный. Это было, на самом деле, чрезвычайно интересно. Он пел очень хорошую песню «Спешите делать добрые дела». Тем более, мне, если вот не изменяет память, одним из победителей федерального шоу «Голос» на Первом канале как раз был священнослужитель. Ну, у них приветствуется, когда голос есть, на самом деле. Ну, вот, да. Все молитвы в храме, они же поются. Ну, конечно. Конечно. Вот. Что еще хочу сказать. Очень много было действительно голосов сильных. Очень много. Причем из раз... Я вот сейчас перечислю, потому что знаю, насколько важно нашим уважаемым телезрителям, чтобы вот именно их территорию назвали. Левакунский район, Арсгирский специально взял с собой листы эти. Город Ставрополь приехал в Буденовск. В Буденовск приехал, да. При том, что в самом городе Ставрополье тоже ожидается один из этапов отборочных. Благодарненский район, Курский район. Новоселецкий район, Нефтекумский район. Петровский городской округ, Степновский район. Ну и, конечно, хозяева Буденовский район. Их выступления, их команды было больше всех, естественно. Слушай, ну а вот все вроде так близлежащие к Буденовску районы округа, Ставрополь-то там что делал? Ты знаешь, Антон, этот конкурс проводится совместно с Министерством культуры Ставропольского края и с Крымым домом народного творчества. Мы, те, кто отвечает за телевизионную часть проекта, получаем вот эти листы как раз накануне... Заявки. Да, заявки, список заявок отборочного тура перед тем, как ехать. Вот ездим не на мыс, не на мыс, Буденовск. И мы до сих пор, например, не знаем, сколько человек будет в Пятигорске, потому что в следующую субботу мы едем в Пятигорск. И еще через две недели мы едем в Ставрополь, ДК, ИС. И я так предполагаю, что эти два населенных пункта, там будет людей, не знаю, очень... Тема темущая. Тема темущая, да, как говорится. Ну, потому что положение конкурса, оно не предусматривает каких-то рамок. В шоу талантов «У меня есть голос» может принять участие любой человек, независимо от статуса, независимо от возраста, независимо даже от своих вокальных данных. И я это говорил нашим участникам вот со сцены в Буденовске, что песню можно даже прошептать, но прошептать ее так, что зрители все, телезрители просто заплачут. Собственно говоря, вот такие три номера и выбрало жюри. Хотя, не скрою, здесь в Буденовске споров между участниками жюри было гораздо больше. Мы, кстати, приняли решение, что теперь, вот начиная с Пятигорска, ни я, ни моя коллега Аня Кривецкая, которая работает за кулисами, с камерой, мы не будем заходить в эту тайную комнату. Вот жюри зашло на совещание. Сами по себе. Решили, определили, покричали друг на друга, вывели три фамилии и нам вынесли на наш суд. Скажи, пожалуйста, вот когда придумывался этот проект, когда его организовывали, было ли ожидание, что вот так много людей откликнется? Антош, ты вот, чем отличается хороший журналист от плохого журналиста? Тем, что хороший журналист читает мысли своего собеседника. Вот ты сейчас прочел мои мысли, я как раз собирался об этом сказать. На самом деле, мы не предполагали, что такой ажиотаж вызовет вот этот конкурс «У меня есть голос». Дело в том, что в прошедшую пятницу, 19-го числа... Был первый эфир, да, я напомню нашим телезрителям, да, можно было голосовать и выбрать еще одного финалиста из первого отборочного от уровня Виномыски, да. Потому что там четыре, трех выбирают жюри, одного выбирают телезрители. Я не буду говорить, сколько звонков поступило на наши телефоны, вот этой линии прямого эфира. Я знаю только то, что мне сказали инженеры. Зафиксировано в соединении с нашим номером, причем из всех уголков страны 35 тысяч. Такого не было за всю историю СТВ. Именно поэтому сегодня... То есть голосовали не только из Ставропольского края, но и... Со всей страны. И за его пределами тоже наши шоу смотрят. Да, совершенно верно. Поэтому сегодня на совещании Оргкомитета нашей телевизионной части конкурса было принято решение, что в дополнение к телефонному голосованию в эту пятницу мы еще запустим и СМС голосования, потому что очень много людей просто не смогли дозвониться. Телефоны... Просто сеть не справляется, видимо, да? Не то, что сеть не справляется. Я вот выходил за пределами эфира, когда шел эфир, выходил, когда были блоки наши, забегал в те комнаты, где... в колл-центр наш и видел операторов. Вот у них трубка просто отпечаталась потом на щеке, потому что она практически оттуда не отрывалась. Звонки шли без конца. И вот если один звонок принимает, еще тысяча одна висит на этой линии. Это был просто... не знаю, я не буду говорить плохие слова. Это здорово на самом деле, что смотрят. Но одним из условий введения СМС голосования будет, что обязательно телезрители должны смотреть прямой эфир, потому что телефоны заранее, по которым можно будет голосовать, известны не будут. Я их объявлю только в пятницу. Во время эфира. В начале прямого эфира. Да, совершенно верно. Такой вопрос. Вот по прошествии уже двух отборочных этапов, и учитывая вот такой ажиотаж и такой интерес, такое внимание к этому проекту, нет ли сейчас таких мыслей у организаторов, что все-таки по три финалиста, по четыре финалиста от каждого отборочного этапа это маловато? Действительно ведь сложно выбрать, вот если в Буденновске было 122 человека, как выбрать из них трех лучших, как? Ты знаешь, Антон, ну здесь мы, наверное, может быть к сожалению, а может к счастью, мы организаторы на работу жюри, на выбор этих четырех претендентов, не важно, жюри их выбрало или телезрители, не влияем. Мы можем только сожалеть. Я вот могу сказать совершенно открыто, что в момент прямого эфира, который проходил в эту пятницу, не миномысские ребятишки, я болел за мальчика из минеральных вод, который просто не прошел, не набрал количество голосов телезрителей. Мне было безумно жалко, потому что такой классный казачок. Поэтому я думаю, что Министерство культуры обязательно, а министр культуры Татьяна Ивановна Лихачева, она присутствует на каждом отборочном туре. Она сидит вот так вот с листами заявочными, и себе, я вот наблюдаю, я же ведущий, сижу в зале, и постоянно себе что-то пишет. Поэтому абсолютно всех артистов нашего края, можно так сказать, берут на карандаш. Никто не останется незамеченным. Никто абсолютно, никто. Кроме того, я надеюсь, что с позволения редактора программы «Полдень» Анастасии Ивановской, мы в свою очередь будем поставлять к вам вот эти талантливые кадры, которые не попали в финал, которые остались за пределами его, но тем не менее они достойны того, чтобы показать их абсолютно всем телезрителям. Ну, мы будем с удовольствием и с нетерпением ждать их в нашей студии. Олег, напоследок, ну, проанонсируй пятничный эфир второго этапа отборочного, который прошел в Буденовске. Совершенно верно, уважаемые телезрители, уже в эту пятницу, в то же время, что и в прошлую, в 20.00 стартует прямой эфир второго отборочного тура медийного проекта «У меня есть голос». В 20.00 вам нужно будет включить свои телевизоры, тогда вы узнаете телефоны, по которым можно присылать смс-сообщение, отдать свой голос за того или иного участника. И эфир будет длиться ровно 2 часа. Единственное, что могу сказать точно, голосование будет продолжаться и телефонное, и смс-голосование до 21.00. Нам необходимо 10 минут для того, чтобы подсчитать все эти голоса, чтобы потом объявить вам о результатах. Смотрите, голосуйте за своих родных, близких, знакомых, друзей. Поверьте, им важен каждый ваш голос. Олег, спасибо большое. Ну, мы ждем этого эфира. Я еще раз напомню, в пятницу в 20.00, да? Да, совершенно правильно. Это будет в пятницу вечером, а сегодня вечером на своем ТВ вас ждет тоже очень много интересного. В 19.15 Илья Захаров расскажет о непростых буднях ставропольских правоохранителей в программе Дзержинского 102. В 19.30 главные новости Ставрополья в информационной программе День. В 20.00 на своем ТВ «Время – дело» Мария Гнездилова и Роман Выстроп как всегда приготовили кое-что интересное. А в 21.05 на своем ТВ художественный фильм «Милый друг давно забытых лет». Оставайтесь на своем. Ну что же, мне остается только попрощаться с вами и пожелать вам хорошего начала рабочей недели. Всем пока, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»